Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с интересными людьми. Филлис Дерр, британская певица, актриса, известная по своим выступлениям во дворянской музыкальной комедии и в различных мюзиклах первой половины 20 века. Родилась в Челси 15 августа 1890 года под именем Филлис Констанция Хадди Доунс. Ее сестра Зена, которая была на 3,5 года старше ее, также стала актрисой комедийных мюзиклов. Я пользуюсь переводной музыкальной. Первое выступление Дерр на театральной сцене состоялось в 1899 году в возрасте 9 лет, когда она сыграла рождественской пантомиме «Дети в лесу», которая прошла в Лондоне. Ее сестра Зена также участвовала в этой постановке и они обе взяли себе фамилию Дерр в качестве псевдонима. В 1901 году исполнила роль девочки в постановке Сеймора Хиггса. Несколько лет сосредоточилась на учебе. В течение этого периода в марте 1903 года она получила предложение от лорда Далмени. Его семья не одобрила это и молодой дворянин был вынужден отправиться в Шотландию. В 1905 году, сразу после ее 15-летия, Дерр получила главную роль Анжелы в «Улове сезона» музыкальной комедии. Вскоре она оставила сцену и отправилась в Бельгийский женский монастырь, чтобы продолжить учебу. Распространился слух о том, что причиной ее внезапного отъезда была беременность. В любом случае, в 1906 году она вместе со своим отцом в спешке вернулась в Лондон, чтобы исполнить небольшую роль музыкальной комедии красавица Мэйфера. В 16 лет она стала одной из главных актрис Лондона. В 1907 году Дерр опубликовала свою автобиографию. От школы к сцене она называлась. Появилась в рождественской пантомиме «Золушка». В 1908 году Дерр на два месяца вернулась в мюзикл «Молочница», проходившего на тот момент в театре Аделифи. Несколько раз сыграла роль в «Золушке». В течение следующих лет она редко выступала на сцене, появившись в постановке «Ханки-панки» в «Эмпайр-театр» в 1917 году. На протяжении 1920-х годов она продолжала участвовать в успешных постановках, таких как «Уличная певица» и выступала в «Лурик-театре» на гастроле. В 1920 году в честь Дерр была названа «Чистокровная лошадь». В 1949 году Дерр исполнила роль Марты в мюзикле евро-новелла «Королевская рапсодия» снова вместе со своей сестрой Зеной. Мюзикл ставился два года и был последним вкладом Дерр в театральную индустрию. В возрасте 61-го года Дерр удалилась в «Брайт», где и умерла в возрасте 84-х лет 27 апреля 1975 года. Вот так вкратце из переводной википедии о британской певице-актрисе Филлипс Дерр. Пока-пока, до свидания. Смотрим фото. Смотрим фото.